вот уже и середина января и очень хочется уже сажать и заниматься садовыми делами я давно хотела посадить гелиотроп и вот в этом году решила посадить купила называется морской бриз фиолетовыми цветочками будет свести гелиотроп родом из южной америки и самое главное что помимо красивых фиолетовых цветочек он еще обладает потрясающим ванильным ароматом и еще у него такая особенность вслед за солнышком поворачивает свои головки солнышко поворачивается и он поворачивает свои головки зацветет гелиотроп после посадки через три с половиной четыре месяца поэтому сажаем его пораньше в январе мне уже хочется его где-то в мае высадить в открытый грунт он очень боится заморозков в отличие от львиного зева вот львиный зев я сажаю и он нормально переносит если заморозки будут гелиотроп замерзнет но я думаю что я его укрою баночками а пораньше посадить хочется чтобы он зацвел у нас такое короткое в подмосковье лето семян у него немного они довольно таки крупные если сравнивать петуний я хочу посадить его значит вот в емкость с под сметанки в маленькую и попробовать еще посадить в две таблеточки торфяные посмотрю как лучше сравню гелиотроп я сажаю первый раз зернышки у него ну в общем то черные написано что верный признак вызревших семян это черный цвет ну в общем то они наверное так черного цвета на вид земля должна состоять из перегноя торфа и песка и должна быть она легкая я использую землю для фиалок она очень легкая в ней очень хорошо все прорастает вот в эту землю я и буду сажать торфяные таблеточки я замочила кипятком вот теперь я их отжимаю отжимать обязательно надо чтоб лишние раскладываю их на вермикулит здесь у меня еще пипина вот которые не зашли их оставила нот один вроде бы всходит ну в общем вот к ним подсажу две таблеточки гелиотропа вот в такую емкость я сажаю семена гелиотропа сделала 4 бороздочки и сажаю россыпью стараюсь чтобы между семенами было один сантиметр и чуть-чуть вот так вот придавлю чуть-чуть чуть-чуть семена любит сходить на свету и у меня еще две есть торфяные таблеточки вот я подцепила на зубочистку и сажаю все посадила вот у меня такая емкость видите с под сметанки и еще я конечно присыпаю древесной залой вот я купила такой вот древесную залу но у кого есть кто принес из сада может из сада воспользоваться я не не взяла осенью и теперь конечно она мне нужно поехать мне не хочется но я купила пакетик и сейчас воду присыпать вот чуть-чуть я присыпаю сверху золой это чтобы не было черные ножки и вы знаете очень даже хорошо получилось потому что вот у меня и в эустоме я тоже посыпал золой и не зеленеет земля и у стопа хорошо растет не зеленеет земля то есть золой пользоваться очень даже хорошо и сверху я попрыскаю хлореллой развожу ее согласно инструкции и опрыскиваю я ее активно применяю и с комнатными цветами и с рассадой мне нравится по инструкции развожу и попрыскиваю сверху все и закрою крышечкой от сметанки на дне этой емкости я конечно проделала дырочки все закрыла крышечками обе емкости и поставлю сейчас светлое место с температурой 18-21 градус обязательно на свету гелиотроп сходит как и у стома на свету то есть также его поставлю под подсветку через 7-14 10 дней должны появиться всходы если семена конечно свежие но иногда они сходят до 21 дня и свои семена если собирать не получается всходов он очень долго возревает и самим не получается получить семена только покупные всходят поэтому собирать семена не имеет положительного эффекта всходы не появятся то есть только покупные и гелиотроп боится заморозков то есть сажать его надо когда минует угроза заморозков но я буду сажать и укрывать его чтобы он побыстрее зацвел перед посадкой семена некоторые замачивают на 24 часа в каком-нибудь стимуляторе роста я не замачивала я полила суспензии гелиотроп бывает и белого цвета white lady но я не видела поэтому я купила только синего цвета и и конечно он очень вкусно пахнет ванилью я его видела как он цветет и запах его знаю какой очень вкусный конечно пчелок около него будет видимо невидимо семена посадили убираем на свет и место не должно быть очень теплое у батареи там больше вот если я эустому у батареи держала то гелиотроп я поставлю подальше подальше от батареи конечно но не на подоконник на подоконнике хладновато у батареи тепло поставлю под лампу где-то на столе подальше от подоконника и от батареи все гелиотроп посадили ждем результатов я вам все покажу пока пока пока